Чемпионат мира Чемпионат мира Чемпионат мира Сборная Франции выходит на поле. Все билеты были проданы достаточно быстро на этот поединок. Здесь аншлаг. Арена вмещает чуть более 70 тысяч зрителей. Здесь проводился финал недавнего чемпионата Европы. И для того, чтобы вы прониклись духом сегодняшнего противостояния, давайте вместе послушаем гимны стран, чьи команды будут играть в ближайшие 90 минут. Сборная Франция 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 Сборная Сборная Франция 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 в запас французской сборной Карима Бензема. Бензема одна из самых критикуемых фигур в стане трехцветных. Поэтому, в общем, логично тоже, что он оказался на скамейке запасных, потому что Жиру в последних матчах показывал очень и очень хороший футбол. Сборная Украины, я напомню, последний свой матч проводила против команды Сан-Марина и довольно уверенно 15 октября разгромила на выезде эту команду со счетом 8-0. Девич там сделал хитрик, Селезнев забил два мяча и обоих этих футболистов нет сегодня среди основных. Что, в общем, вполне понятно. Но Девича, наверное, все ждут на замену в составе сборной Украины. Эвра нарушает правила против Ермоленко и вот здесь тоже вырисовывается любопытная дуэль, как Ермоленко сегодня будет противостоять Патрису Эвра. Эвра, в общем, пока ну не то, чтобы безальтернативная фигура есть в запасе Гаэль Кляши. Конечно, глубина состава у французской сборной выглядит посолиднее, чем у команды Украины. Но вот все лучшие силы своими Михаил Фоменко на этот матч бросил. Поэтому, безусловно, сегодня будем ждать активности на флангах. И самое главное, чтобы сборная Украины не повторила ошибку матча против Польши. Матч, который закончился победой, но который очень тяжело складывался из-за того, что опорные полузащитники получили там желтые карточки и проиграли центр поля. Вот французам ни в коем случае нельзя давать вольницы. Особенно Франко Рибери, от которого сейчас многое в составе сборной Франции зависит. Он очень много отдает и очень много забивает. Дебюши действительно очень много входит в атаку. Его подача сейчас на Оливье Жеру. Удар поворотом не слишком опасный. Андрей Пятов буквально был привязан как будто бы к земле и здесь не совершил ни шага. Ни назад, ни в сторону для того, чтобы поймать мяч после этого удара. Но уже мы видим, что Ливье Жеру выиграл борьбу двух центральных защитников украинской сборной. Абидаль. Абидаль играет на позиции центрального защитника. И мы знаем по выступлениям его за Монако, что его пара с Даниэлем Карвалью является основной в команде Клаудио Раньи. И в очень хорошей форме находится сейчас Абидаль. Фидецкий нарушает правила на Франке Рибери. И сейчас очень здорово включается в борьбу Фидецкий и Рибери мяча лишает. Коноплянка. Открывается очень здорово. Ирволика получает мяч. Нет, не стал бить Андрей. Подрабатывает под удар. Вот сейчас выстрелы опять. Мы видим ситуацию, когда голкипер за счет уверенного выбора ситуации буквально примагничивает этот мяч, летящий прямо в него. Но мы видим, что сборная Украины сегодня, безусловно, с огромным желанием, это сейчас очень многие отмечают и относят к качеству даже козырей этой сборной, что Михаил Фоменко успокоил команду. И она на самом деле показывает очень хороший футбол. И самое главное, на фоне сборной Франции даже лучший результат. Вы, наверное, удивитесь, но сборная Украины входит в пятерку сильнейших сборных отборочного цикла европейского по числу забитых мячей Франции там как раз-таки нет. Да, во многом это объясняется тем, что 17 мячей было забито в двух матчах ворота Сан-Марина, но суть дела это не меняет. И, ко всему прочему, одна очень важная деталь, которой вы, наверное, тоже удивитесь. Дело в том, что сборная Украины в отборочном цикле, опять-таки, европейском, занимает второе место по надежности собственных ворот. Команда пропустила считанное число голов в квалификации. И сборная Франции в этом смысле тоже и подстать. Она занимает восьмое место. Поэтому сборная Украины не так просто будет взломать французам, при том, что они обладают, конечно же, очень хорошими и качественными футболистами. И в этом смысле, если Андрей Шевченко в своих интервью сетует на отсутствие забивного форварда, конечно же, Андрей Шевченко никому бы не помешал, любой бы сборной, его прототип, во всяком случае, точно, то у сборной Франции есть Карим Бензема. И тоже это является нападающий топ-уровня, даже несмотря на вал критики в его адрес. Федески перехватывает мяч, пока играет на пережении. Очень здорово с Франком Рибери. Сам рвется вперед и получает по ногам от Патриса Евра. Ну, действительно, здесь нарушение правил очевидное. Это штрафной. Так вот, при Михаиле Фоменко сборная Украины, если брать в том числе и товарищеские матчи, провела 10 игр. И ни в одной из них не потерпела поражение. Ко всему прочему, в последних 7 матчах 6 побед у сборной Украины. Да, забивает она немного нетоповым соперникам, но все это ей позволяет находиться в очень хорошем уровне самоощущения. И самое главное, не бояться французской сборной, что мы видим здесь по первым минутам. Эдмар. Уходит мяч за пределы поля. Шевчук будет бросать аут. Кноплянка. И Погба очень здорово здесь играет в качестве разрушителя. Рибери. Обратите внимание, как глубоко играет с ним Фидецкий. Уходит. Буквально персонально играет с Рибери Артем. Ермоленко тем временем страхует зону. Естественно, не пускает Патриса Евра, который, как и Дебеши, очень много ходит в атаку подключаться. Что очень приятно, безусловно, ответить в игре сборной Украины. Потому что все-таки на нее мы смотрим с большим любопытством. Она все-таки является командой, которая не является фаворитом этого противостояния. Она, самое главное, сейчас не отдает просто так мяч сопернику. И самое важное еще, что хотелось бы добавить. Многие ждали, что сборная Франции может отнестись к сборной Украины с недооценкой. Но матч, который был в октябре против сборной Австралии, он проходил на Пар-де-Пренс. И французская сборная, в общем, была не обязана там выкладывать на гора все свои козыри и показывать сверх сумасшедший футбол. Так вот, сборная Австралии по истечении часа могла услышать от болельщиков знаменитое теннисное выражение «Game Set Match». Потому что к 57-й минуте, по-моему, счет был 6-0 в пользу французской сборной. Она моментально отобрала мяч у сборной Австралии. Те просто не могли поднять головы. И вот почему я об этом вспоминаю? Потому что сборная Украины, в отличие от австралийцев, не отдают просто так мяч. Они навязывают борьбу на каждом участке поля. И они понимают, что сегодня они должны показать максимум. И только тогда они могут рассчитывать на благоприятный для себя результат. Благоприятный – это не обязательно победа. Это в том числе и сохранение своих ворот неприкосновенности. Рибери. Здорово играет сейчас Жиру защитник. Это как раз был Кучер. Самое главное – без фолов отбирает мяч украинцы, что действительно следует также отметить. Вообще сборной Украины очень тяжело будет сегодня. В том числе и потому, что Футбольная Федерация Украины обратилась в Луи-Фа с просьбой аннулировать желтые карточки у игроков украинской сборной. Дело в том, что сегодня очень много игроков-хозяев висят на карточках. И если они получат предупреждение, то рискуют в следующем матче не сыграть. В паузе я вам обязательно скажу, кто висит на карточках из тех, кто сейчас на футбольном поле. Ермоленко играет вперед на Зазуле. Пока Роман не цепляется за мяч толком. В общем, ему, конечно, тяжело приходится. Но все равно Михаил Фоменко регулярно ставит его в состав, а Девича выпускает все-таки на замену. Эдмар завозился с мячом, и Поль Багба быстренько у него выбил его из-под носа. Серия неточностей. Федецкий. А передача уже дальше не прошла на Ротане. Так вот, Федецкий на желтой карточке. Ротань, Коноплянка, Эдмар. Это те люди, которые находятся сейчас на поле. У сборной Украины кто может в случае повторного предупреждения пропустить следующий матч. Следующий матч ответный против французской сборной через несколько дней. Кучер. Длинная передача вперед. Легкая добыча для Лорана Косильни, Дебеши. Хороший прессинг. Рэми. Чисто в подкате играет Кучер. И это фолл со стороны Лори Ко Рэми. Думаю, что сегодня сборная Франции встретила достойного соперника в лице сборной Украины. Особенно ввиду градуса борьбы, который задали противники. Пока, слава богу, все проходит в пределах правил, без откровенной грубости. Что позволяет Дженетю Чакиру не так часто включаться в этот поединок. Кстати, карьера Чакира в Лиге чемпионов началась с матча Рубина против Барселоны. Правда, не того. Памятного того, который был в Казани. Сыгран в сентябре 2010 года. Насри. И вот теперь перешли в позиционы атаков французские футболисты. Понятно было, что Украина в какой-то момент заиграет вторым номером, пусть и неявно. Главная задача украинцев не пропустить сегодняшний матч. Об этом говорили абсолютно все на Украине специалисты. В том числе и лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Соленко. Ну и, в общем, другие авторитетные деятели футбольные коев на Украине предостаточно. Коноплянка. Посмотрим, что предложит Украина сама в позиционном нападении. Пока никто не открывается для Евгения. И он вынужден просто-напросто играть назад. И вот сейчас, обратите внимание, пожимает плечами Евгений, показывая, мол, ребята, я жду кого-то, кто откроется под мою передачу. К сожалению, все стояли сейчас и наблюдали за тем, как играет футбол. Один человек в составе сборной Украины и Зазулий Ермоленко. Прихватывал Зазулия за футбольную амуницию соперника. И это нарушение правил разглядел Лайнсман. Посильнее. Рэми ушел уже с правого фланга. Но надо сказать, что Рэми и Риберия тоже имеют свойство флангами периодически меняться. Как и меняется с партнерами Самир Настри. Он начинает этот матч на позиции под нападающим. Но мы знаем прекрасно по играм за Манчестер-Сити, что можно его увидеть и справа, и слева в атаке. Но разве что только не Настри. Потому что там позиция Оливия Жеру не подвергается никаким сомнениям. Вот уже Настри отошел назад. В поисках мяча поглубже отходят креативные футболисты. Опасный прострел Риберии фирменный. И здесь угловой, по-моему, зарабатывает французская сборная. Ну вот Хачериди был вынужден страховать уже партнеров. И, кстати, пролетел мимо Хачериди. И мяч ушел от Кучер. Быстренько разыгрывают угловой французы. Настри не давать ему бить. Очень опасно. Правда, это была передача. И Шевчук ее выносит. Ну вот сейчас выход в контратаку. Не получается. Прекрасно понимает Лоран Косини силу украинской контратаки. Понятно, что сегодня шансов украинцев будет не так много для того, чтобы отличиться. И, естественно, откуда они могут случиться? Именно из быстрого выхода из обороны вперед. Естественно, ценится в такой ситуации футболисты с длинным пасом. Жаль нет Ракицкого в этом смысле. Но, опять же, состав стартовый определяет главный тренер. Ермоленко. Степаненко. На Кучера. И тоже вынуждены через голки переиграть украинцы. Маловато предложений. Вынужден длинную передачу исполнять Кучер. И, к сожалению, для хозяев он делает это ваут. Напомню, что сборная Украины второе место заняла в группе H. Отборочная уступила только одну очко англичанам. С которыми сыграла в ничью 0-0 здесь, в Киеве, на Олимпийском. По антуражу была одна из самых запоминающихся игр. По тому, что футболисты показали на поле. Она этому антуражу очень сильно уступала. Но англичане приехали, в общем, на выезд действительно сыграть в ничью. Она их вполне устроила. Украинцев просто-напросто не хватило исполнительского мастерства в редкие моменты, которые там возникали. Хотя этих моментов там было по пальцам одной руки, можно было пересчитать. Но затем Украина обыграла Польшу. 1-0 в Харькове. Матч получился нервным. Могли украинцы там и пропустить. Но самое главное забили чудесный просто гол. Великолепная передача Коноплянки с его привычного левого фланга в штрафную. Ошибка индивидуальная центрального защитника польской сборной. И Ермоленко уже в ближнем бою переиграл соперника. То есть голкипером борутся. Смотрим, как Коноплянка сейчас прокидывает мяч мимо Дебюши. Пауза. Очень аккуратно играет защитник Нюхасла, чтобы не было пенальти. Шевчук неточный пас. А кто на подборе? Ну и, естественно, вздох разочарования прокатывается по чаше стадиона Олимпийский. Видим, что там в уголке и достаточно поклонников французской сборной. Так вот, после Польши украинцы обыграли Сан-Марина в очередной с разгромным счетом. И в конце концов было понятно, что они отправляются в стыковые матчи. Что касается французов, они попали в группу с испанской сборной. И было понятно, что им будет достаточно тяжело справиться с испанцами на длинной дистанции. И, ко всему прочему, в этой группе недоставало одной из команд. То есть, если во многих группах было шесть сборных, то в этой пять. И, соответственно, любая потеря в матчах, кроме как с испанцами, в общем, довольно быстро отдаляло французскую сборную от заветной прямой путевки на чемпионат мира. Ко всему прочему, в последних шести встречах официальных отборочного цикла команда Дидье Де Шама одержала всего лишь три победы. Сравните с результатами украинской сборной. Но, так или иначе, в концовке, конечно, помучились белорусами. Дважды проигрывали в счете, обыграли 4-2. На выезде этой команды там, кстати, очень много ошибался у Галлию Рис. Который по приезду в Тоттенхэм очень тяжело адаптировался, но довольно быстро все-таки пришел в нужную форму. Ну и, в конце концов, Франция разгромила Финляндию с отчетом 3-0. И тоже там особых проблем не испытала. Франк Рибери в потрясающей форме. Я напомню, что игра с финнами состоялась спустя несколько дней после разгрома австралийской сборной с отчетом 6-0. Покуражились там просто вдоволь французы. И, конечно, на очень хорошем эмоциональном фоне проходила встреча против финнов. Да, финны забили в собственные ворота уже во втором тайме. И судьба этой встречи решилась в концовке. Но, опять-таки, Франция не дала усомниться в том, что она может потерять еще очки и с финнами. Поэтому по праву заслужила команда путевку в стыковые матчи. За пределы поля мяч уходит. Ну и, ко всему прочему, французы, как вы помните, играли в стыковых матчах против ирландцев. И запомнились эти поединки рукой Анри. И рукой незамеченной. И благодаря этому фортелю сборная Франции отправилась таки играть на крупный турнир. Вернее, было это, конечно, не на евро, а на миле. И, соответственно, многие высказывают некоторые опасения на Украине. С судейским фактором. Но мы будем надеяться, что никаких претензий к орбитам не будет. Во всяком случае, сейчас их нет. Много игры без ворот. Но то, что будет много борьбы, это был и так понятно. Нерв сумасшедший у этого матча. Конечно, гол бы, может быть, что-то и изменил. Но до гола пока мы видим дорога очень и очень длинная. Вот, представляете, наверное, китайскую стену. Вот, наверное, что-то похожее. Пока очень грамотно играют футболисты позиционно. Очень грамотно тактически. И моментов почти поэтому не возникает. Уровень концентрации, конечно, внимания сверхмощный. И, конечно, подстраховка на высоком уровне. Как и у той, так и у другой сборной. Наверное, в такой ситуации возникает резон ждать каких-то индивидуальных ярких действий от конкретных футболистов. И, конечно, Франк Рибери здесь подходит вполне под эту кандидатуру. Ну, а, соответственно, у сборной Украины, конечно, два крайних полузащитника. И Ермоленко, и Коноплянко. С нарушением правил Эдмар сейчас бросался в подкат под Рибери. Надо сказать, что пока он довольно серьезно сдерживает главную звезду французской сборной. И человека, который играет сейчас в сильнейшем клубе Европы, как минимум. Мюнхенской Баварии. Но сопернику довольно хорошо известны друг другу. Дело в том, что на недавнем Евро они вместе играли в группе. И была эта встреча, правда, не в Киеве, а в Донецке. Запомнилась тем, что ее начало было отменено из-за дождя. И французы выиграли 2-0 в этом поединке. Хотя у французов был другой тренер. Впрочем, как и у сборной Украины. Подача Дебеши и Хачириди, уверенно, здесь перекрывает пространство летящему мячу. И не дает ему приземлиться рядом с Оливье Жеру. Пытаются защитники постоянно играть на опережение. И, в общем, правильно делают. А сейчас столкнулись два экспресса. В центре поля Блес Матюиди. И Роман Зазуля. Дай бог, чтобы все обошлось. Тем более... Нет, это не Матюиди. Это Эрика Бедаль. Михаил Фоменко в деле. Не так давно он, кстати, работал в России с Белгородским салютом. Я понимаю прекрасно, что сейчас на этого специалиста порешено гораздо больше взглядов. Немногие следят за футбольной национальной лигой, где выступает салют. Но, так или иначе, еще недавно до сборной Украины как раз Михаил Фоменко работал в России. Сейчас на основах что-то подсказал Кучеру. Я так понимаю, призывает в том числе организовать компактное действие линии обороны и линии полузащиты, чтобы там не было простора, потому что периодически французы туда пытаются забежать. Не всегда у них пока, правда, это получается. Ну и пока в очереди за пределами поля. Фиденский собирается исполнять этот стандарт. Основной защитник Днепра-Днепропетровск. Довольно много футболистов из этого клуба сборной Украины. И подача, и мимо мяча сейчас махнул Роман Зазули. Очень тяжело было ему вести борьбу против поля Погба. Перевисел его Погба. И я напомню, что этот молодой парень не только уже является основным полузащитником Туринского и Ювентуса, ведущего борьбу в итальянской серии А за чемпионство, но еще этим летом в составе французской сборной на чемпионате в Турции молодежным выиграл этот турнир. И, кстати, получил приз одному из самых ценных игроков данного соревнования. Но сборной Франции сейчас его место в основе тоже сомнению не подвергается. Потому что полю Погба всего-то 20 лет. Абидаль. Всей командой обороняются украинцы. Что, в общем, и следовало ожидать по истечении первых 15 минут. Которые обычно отводятся хозяевам на то, чтобы провести мощное начало и, может быть, даже этим удивить соперника. Хотя Францию чем-то удивить достаточно сложно. Уж слишком опытные игроки в составе этой сборной. Даже Погба уже многое повидал на своем веку. А про Рибери с Носрик говорить излишне. Жеру здорово выглядит в составе лондонского Арсенала. В прошлом сезоне над ним многие посмеивались. Потому что Жеру действительно имел огромнейшее количество моментов. И вполне в состоянии этот футболист ударить с трех метров по пустым воротам мимо. Но в этом сезоне лондонский Арсенал показывает хороший результат. Команда лидирует в английской премьер-лиге. Прецедует на чемпионство. Но это скамейка запасных французской сборной. Все укутанные. Клеман Беренье, Матео Вальбуина и все-все-все. Кучер. Открывается под передачу Андрея Пятого. И отмечу, что Пятов это единственный игрок украинской сборной, который провел на поле все 900 минут. В этом отборочном цикле. Все остальные играли меньше. Жеру. Скидка на Ло и Крыми. Аккуратно играет Кучер. И аплодисменты сейчас получает, я думаю, от трибун. Ну вот вы обратили внимание, без фала постоянно играют украинские футболисты. И делают совершенно правильно. И фактор желтых карточек. И самое главное, наличие высокого уровня исполнителей в составе сборной Франции, кто может прямым ударом послать мяч со Стравного в створ, тоже заставляет украинцев играть очень и очень аккуратно. Смотрим еще раз за этой комбинацией. Хачериди здесь вообще никак не оппонировал толком Оливье Жеру. И вот это фактор Ло и Крыми. Пожалуй, самая спорная фигура в составе французской сборной. На эту тему судачат многие. Судачат уже длительное количество времени. Ну вот вам, пожалуйста, Ло и Крыми. Хороший ведь пас. И можно было, наверное, лучше распорядиться этим мячом. Но пока Ло и Крыми раздумывалось, что же ему делать. Александр Кучер. Одним касанием. Лишил его этой головной боли. Дедышам сказал фразу о том, что сборная Украины не является туристами в этих стыках. Ну и хорошо, Эдмар. Идмар. Ну вот с левого фланга, за исключением одного прохода Коноплянки, я как-то и не видел опасных моментов. А здесь Ротани очень здорово подключился. Открылся на передачу Ермоленко. И сделал нацеленную передачу, между прочим, в центр штрафной площади на Эдмара. Ну, Зазули уже здесь вряд ли мог замкнуть. Он точно не успевал это сделать. Но мы видим, что Косильни позволил Эдмару пробить. И для сборной Украины, опять-таки, это очень позитивный фактор. Соперник все-таки в отдельных моментах позволяет что-то создать. Дебеши. Дебеши, конечно, настоящий универсальный солдат. Будет бегать, если надо, 90. Часто будет нужно еще все 120 минут. Отбегает на очень высоком уровне. Конечно, английский футбол ему в этом смысле очень и очень подходит. Моментально стал играть в основном составе Нью-Касла. Моментально. Рэми позволяет ему Коноплянка принять мяч. Очень много лишних движений Рэми. К тому же, который не видит пока и адреса для передач своих. Снова Рэми. Снова у него мяч отбирает довольно уверенно Шевчук. Но мало пространства у Лейка Рэми. Он, конечно, здорово играет, когда ему бросает мяч на ход. Но кто здесь даст тебе играть на пространстве? Сборная Украины точно этого не даст делать никому. Совершенно не только Лейка Рэми. Еще и Фалит. Сейчас двадцатый номер французской сборной. Ермоленко! Слабоватая, конечно, передача. Федецкий по-прежнему играет персонально с Рибери. Уходит за ним на любую часть поля. Ну, так вот решил сегодня персональщик. Буквально приставить к Франку Рибери Михаил Фоменко. Пока мы видим, что это действенно. Рибери пока не так заметен, как мы его привыкли видеть. Очень здорово Эдмар отбирает мяч у Насри. Ермоленко и один всего лишь адресат Роман Зазули. Ну, конечно, на фоне высокорослого Косибни тяжело ему вести борьбу верхом. Ермоленко поэтому ждет, пока все придут. И Степаненко в том числе и Коноплянка! Отбивает мяч Матьёда Бюши. Вернее, он попадает просто-напросто в него. Шевчук! Пас Степаненко не лучшее решение, надо сказать. И Абидаль покрикивает на партнеров и просит их просто-напросто выходить поскорее из обороны. Ну, а сейчас Роман Зазули фалит против Патриса Еврак. Хороший отрезок в исполнении украинской сборной. И надо сказать, какой же молодец Андрей Ермоленко, что так долго раскачивал защитника и позволил партнерам Зазули подтянуться в штрафную площадь. И вот здесь, конечно, отметим Эдмара. И вот уже после этой подачи создалась вся та напряженность, которая позволила трибунам получить инъекцию оптимизма. И самое главное, позволила линии обороны украинской сборной немножко перевести дух. Пока очень грамотно украинская сборная выглядит и раскладывает свои силы по дистанции. Опять же, оценивая все это противостояние, мы понимаем, что именно украинцам необходимо что-то выдумать. Чем-то соперникам, может быть, где-то и удивить. Соперника более опытного. И тем более над украинцами, конечно, давлеет груз неудач в таковых матчах. Этих матчей было предостаточно украинской сборной. Накануне крупных футбольных форумов. И всегда их ждала неудача. Идецкий. Брез Мотюиди, конечно, очень тяжело пройти. Мотюиди потрясающая пресса в Парис Сен-Жермен на фоне всех этих миллионеров. Кавани, Ибрагимовича, Тьяго Мотты, Марка Вератти и кого только тут можно не называть. И Хавьера Пастора, и Лукаса Моуры. Пусть даже они не являются его конкурентами за место в составе. Мотюиди выглядит прекрасно. И на старте сезона это была одна из движимых сил вообще Парис Сен-Жермен. Погба. Ну вот остаются в пятером французы против пятерых игроков сборной Украины. И Насри. Рибери. И молодец, Качериди. Корпусом подвинул Франко. Аккуратен Косильни, хотя у защитников центральных арсенала недобрая слава, надо сказать, в последние годы. Но пока Косильни неплох. Постри в большей степени занят тасканием мяча. Какой-то, видимо, от него опасности пока немного. И слава богу, если говорить о поклонниках украинской сборной. Но вот, пожалуйста, еще и положение вне игры у Оливье Жеру. Вообще, надо сказать, что на Олимпийском, в нынешнем отборочном цикле, Украина проводит только третий матч. И пока побед на Олимпийском не было. Было поражение от Черногории 0-1 и затем ничья 0-0 с англичанами. Но вот здесь хорошая, конечно, передача была в исполнении Самира Насри. Но еще раз повторюсь, Кочериди очень четко отработал в обороне соперник. Шевчук. Длинный заброс на Зазулю. Но понимаете, в чем дело? Очень многие, конечно, критикуют Романа за то, что у него нет сборной моментов. Что от него не так много опасности чужим воротам. Но поймите, 60-70 минут в таком темпе, когда Зазуля постоянно напрягает центральных защитников. Они просто-напросто измотанными выглядят потом. И тот же свежевыходящий Дэвид может из этого извлечь немало пользы, как было в матче против поляков в том числе. Этому Зазулю, конечно, очень ценят. И самое главное, сборная Украины при Фоменко не позволяет себе подходить к матчам с невысокой долей ответственности. Здесь за сборную хотят играть все. Конечно, сборная Украины здесь по части настроя выглядит очень здорово в этом отборочном цикле. Итак, первая желтая карточка Шевчука получает. Но у Шевчука нет проблем с желтыми карточками. Поэтому для него она не сверхлимитна. Французская сборная в нынешнем отборочном цикле в гостях провела четыре матча и выиграла только в двух из них. Ну, правда, и не проиграла. Две ничьи было, но все-таки. Грузию, например, обыграть не смогли. Сыграли 0-0. Опасно! Очень старается Лой Крыми. Не нравится ему, видимо, что Кучер использовал руки в данной ситуации. Нам показывает еще раз кросс Франко Рибери. Да, конечно, использовал только не Кучер, а Шевчук руки. Ну, в любом случае, французские футболисты тоже, знаете, не Агнца Божий. И тоже руки в их действиях регулярно присутствуют. Пусть с высоты своего опыта, с высоты своей матерости, тот же Патрис Ивра пытается играть чисто. Но где надо, он обязательно на опыте сыграет. Но Эдмар сейчас не имел злого умысла обязательно под корешок срезать Франко Рибери. Но то, что наступил на голеностоп, это мы видим на повторе. И это получилось неприятно для Франко. Бакбаб. Ти-ди. Эдмар. Не успел он достать этот мяч. На опыте сыграла беда лишний, сделал два шага вперед и выиграл позицию. Нарушает правила Оливье Жеру против Кочериди. Пока, конечно, сборная Украины больше концентрируется на том, чтобы не дать разыграться соперникам. Но, к чести, конечно, хозяев, надо сказать, что и свои акции устрашения, они тоже пытаются каким-то образом материализовать в жизни. Правда, получается все далеко не всегда. И только отдельными эпизодами. Но для сборной Украины важен принцип такой. Делай, что должен. И будь, что будет. Конопленка! И это угловой. Дебеши успел в последний момент подставить ногу. И это Эдмар снова, который очень хороший матч сегодня проводит. Отобрал вяч у Самира Насри. Там вы помните в этой опасной атаке. В общем, очень многое на нем завязано. Очень сильно старается этот нейтрализованный бразилец поехать на родину вместе со сборной Украины на чемпионат мира. Ратань подает почти что все стандарты в составе сборной Украины, Максим. Но остроты, конечно, в них не хватает. Может быть, сейчас получится? Быстро вводит мяч. Украинские футболисты. Снова Ратань. Ирмоленко. Максим. В мяч сыграно Федецкий. Аплодисменты Артему. За двоих старается. Не только Серебери. И здесь мы видим Соливия Жару очень четко сыграл. Ну, Ратань тоже из Днепра. Коноплянка, естественно, тоже из Днепра. Из Азули тоже представляет этот клуб. Четыре футболиста из состава Днепропетровской команды. В основе сегодня украинский сборник. Ну, не только сегодня. Это, в общем, основные игроки. Шевчук. Ищет Коноплянка, кому же все-таки отдать мяч. И видит, что все перекрыты. И вынужден снова таскать его на себе. И нужно поскорее расставаться уже. Оливия Жаруфалит. Дарит штрафной сборной Украины. Любой стандарт это хлеб. Для, конечно же, украинской команды. Конечно, атакующие действия это тот резерв, который есть у команды Украины. Над которым она должна работать. Работать много. Подача. Ратань навешивает. Жару исправляет свою ошибку. Это фол. В очереди здесь сыграл с Франком Рибери. Очень много и тактических фолов. Но самое главное без умышленной грубости. Такое, знаете, чтобы на желтую карточку. Это фол. Как Кучер опять высоко играет. Вот любопытно, что же Фоменко говорил Кучером, когда нам показывали крупным планом. Может быть, и как раз призывал поджимать ему, в первую очередь, своего оппонента. Понятно, никто не знает, что же там Михаил Фоменко говорил. Футбольные люди, наверное, это быстрее поймут. Какие-то версии у них могут возникнуть. Кто играл на таком уровне футбол. Не дал, конечно, сейчас французский футболист пройти к украинскому игроку. Эдмару. Молодец Федецкий. Просто красавец пока. Постоянно Федецкий пытается играть на опережение с Франком Рибери. Прокидывает мяч между ног Дебеши и Коноплянки. Аккуратнее нужно играть Шевчуку сейчас. Очень аккуратно. Не удалось поставить тупик Андрея Пятого. Футболистам французской сборной вдвоем они пытались на него набежать. И здесь толчок соперника. Абидаль фалит на Ермоленко. Абидале, конечно, нелегко уже сейчас в свои 34 года вместе с Даниэлем Карвалью, 35-летним, играть в центре обороны Монако. Уже Клаудио Раньери устраивает ротацию. Ну, в общем... В связи с этим, то, что позволяют себе ошибаться иногда центральные защитники. Монако начал терять очки в Лиге 1. Но все равно Абидаль за счет опыта очень хорош. Снова Федецкий мяч выбивает у Рибери. Не без помощи партнера, конечно. Прессин включает французы. Немножко, я думаю, разозлились трехцветные на соперника, потому что Украина ничего не дает им сделать. Совершенно. Очень степенный, конечно, Михаил Фоменко специалист. Очень аккуратно себя ведет по отношению к окружающим. Всех очень подкупает его холоднокровие. Конечно, это Александр Заваров, я думаю, хорошо вам известный в центре. Человек, который поиграл в туринском Ювентусе. Хорошо известный, я думаю, всем европейским болельщикам со стажем. Ермоленко не проходит передача в центр. Хочериди уже приходят здесь для передачи. Едва сейчас мяч у него из-под ног не выбил Оливье Жиро. Это было опасно. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, в конце концов. Одна минута добавлена к основному времени первого тайма. Тайма, который прошел больше на сдерживание французской сборной со стороны украинцев. Но при этом надо отдать должное хозяевам. Они в полном порядке и по части атакующей игры. Что они могли, то они сделали. По ногам бьет Жиру. Сейчас соперник, а кучер и получает желтую карточку. Начинают немножко французы заводиться. Заводиться от того, что они такие все распрекрасные, все такие талантливые, играют в очень сильных клубах. И, по их мнению, приехали играть против сборной, которая составлена из футболистов украинских клубов. За исключением Анатолия Тимошука, который в запасе и ничего не может с ней поделать. Но вот с этим осознанием, с пониманием того, что так просто сегодня ничего не даст со французом, они отправляются на перерыв. Но надо понимать, что украинской сборной все равно необходимо прибавлять в атаке. И делать задел. Потому что без задела будет очень тяжело добиться успеха по сумме двух встреч. Ну и вот мы видим, Рибери тоже здесь нервничает. И это, конечно же, все на руку сборной Украины. Потому что это, в том числе, и силы моральные, которые уходят на абсолютно ненужные эмоции. Итак, 0-0 в первом тайме первого стыкового матча за выход на чемпионат мира между командами Украины и Франции. Давайте, друзья, отдохнем. Итак, возвращаемся на стадион Олимпийский в Киеве. Здесь пока перерыв первого стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира по футболу между командами Украины и Франции. И, в общем, наверное, счет первых 45 минут, во-первых, совершенно закономеренно, во-вторых, ожидаем. Вряд ли можно было предположить, что соперники помчатся во весь опор и на гора выдадут яркую и запоминающуюся игру. Безусловно, сборная Украины, понимая, наверное, свое место сейчас в европейской футбольной иерархии, сыграла очень надежно у собственных ворот, что, в общем, от нее и требовалось. Да, конечно, максимально мы бы хотели увидеть, наверное, и мяч, забитый в ворота французской сборной. Но этого не случилось. Что касается французов, то обладатель важной такой номинации на золотой мяч Франк Рибери был совершенно незаметен в первом тайме за исключением одного всего лишь момента. И то этот момент случился, когда не опекал его Артем Федецкий. Очень здорово играл сегодня в первом тайне крайний правый защитник Днепропетровского Днепра, который играл, по сути, персонально с Рибери. И, самое главное, страховка очень здорово работала у украинской сборной. Мне кажется, что для команды, которая выходит в это противостояние с точки зрения не фаворита, с точки зрения андердога, очень важно очень грамотно отыграть по заданию, которое предлагает тренер. Для того, чтобы потом уже вдохновившись этим пониманием того, что тренер дал очень правильную установку и ее удается исполнять соперникам, которые по классу выше, все это может позволить почувствовать очень важную уверенность затем и в завершающей стадии. Конечно, не хватает завершения. Те подходы, которые были у сборной Украины, они вряд ли, наверное, можно их считать стопроцентными. Но у сборной Франции тоже не было таких моментов. Поэтому, конечно, Франция больше чуть-чуть владеет мячом. Она пытается каким-то образом задавать инициативу. Но в контратаках свой шанс Украина ищет. И самое главное, что она не просто отбивается всей командой. Зазуля все-таки создает помехи Абедалю и, соответственно, Косильни. Неплохо провел первый тайм Адмар, потому что мы помним несколько его очень интересных включений вперед. Перехват мяча у Самира Насрии. В общем, создание возможности провести атаку партнеру. В общем, и та, и другая команда, особенно сборная Украины, мне кажется, может вполне занести в актив этот первый тайм. Поскольку пока ничего не решено. Несколько цифр из первого тайма. И я думаю, вам будет любопытно узнать, что по ударам в первом тайме сборная Украины ведет у своего соперника 5-1. Другое дело, что по ударам в створ ворот ничья 1-1. И все эти удары в створ, мы помним, были на первых минутах. Причем после них мяч прилетал прямо в руки галкиперам. В первом случае Оливия Жиру бил к воротам. В втором случае не помню кто, но удар тоже был не слишком острым. Соответственно, что у нас дальше? По угловым у нас 1-1. По офсайдам 2-1 в пользу сборной Украины. По фолам 9-14 в пользу французской сборной. Игра колючая. И это, конечно, нужно отметить. Потому что украинцы не собираются в борьбе уступать сопернику. И, конечно же, это очень сильно сказывается. И очень приятный фактор для сборной Украины. В концовке первого тайма видно было, что по отдельности французские футболисты начинают немного нервничать от того, что у них ничего не выходит. По желтой карточке у нас получили команды. Оливье Жиру получил горчичник. И, соответственно, Шевчук тоже отметился предупреждением. Сборная Украины уже выходит на поле. Думаю, что замен у сборной Украины не будет точно. Будут ли они у сборной Франции? Ну, наверное, вряд ли. Какой резон? Ну, вот по лейкору Реми, наверное, были какие-то вопросы. Но я вижу, что Реми уже вышел на поле. Нам держат в кадре Эдмара. Именно у него была небольшая такая словесная перепалка с Франком Рибери, которую, в общем, устроил сам игрок Бавари. И вот сейчас мы видим Оливье Жиру здесь обсуждает что-то с Джинейтом Чекиром. Как ему все-таки правильно вести борьбу. И так все готово к началу второго тайма. Первого стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Следующим летом Украина-Франция 0-0 после первых 45 минут. И дан свисток Джинейтом Чекиром к началу второй половины встречи. Итак, напомню вам составы коротко, в которых играют сегодня команды. В воротах сборной Украины пятов под 12-м номером. Линия обороны. Слева направо Шевчук. Далее Кучер. Шевчук 13-й, Кучер 5-й. Хачериди 3-й и Федецкий 17-й. В опорной зоне играет Ротань, капитан команды 14-й. И вместе с ним Степаненко 6-й. Слева Коноплянка 10-й. Справа Ермоленко 7-й. Под нападающим Эдмар 21-й. И Зазуля под 8-м номером впереди. Мифил Фоменко, главный тренер сборной Украины. Но отмахнулся Реми от своего оппонента. И мы видели, что у Кучера и так губа разбита. Была еще в первом тайме. Такая запекшаяся кровь на лице. И, судя по всему, именно туда зарядил ему и Лоик Реми. Состав сборной Франции. Лью Рис в воротах под первым номером. Линия обороны. Такова справа Дебеши 2-й. Слева Эвра 3-й. В центре Абидаль 22-й. И Косильни 21-й. В опорной зоне Матюиди 14-й. И Пагба 19-й. Слева Рибери 7-й. Справа Реми 20-й. А Насри 11-й под нападающим. Коем является Жиру 9-й номер. Ну вот мы видим. Всем весом буквально тут Хачириди пытался навалиться на Жиру. И навалился таки, но только ногами. Никто не хочет уступать. Диде Дешам главный тренер французской сборной. Чемпион мира в составе трехцветных. И чемпион Европы. 45-летний специалист, который уже давно работал и на клубном уровне. И вот теперь возглавил сборную после Лорана Буа. Что-то здесь подсказывает Жиру Насри. Именно на 9-го номера идет эта подача со штрафного. Все обошлось для украинской сборной. Джиней Чакир из Турции возглавляет судейскую бригаду. Помогает ему Бахатин Дуран и Тарик Онгюн. Резервный арбитр Борис Симшек. Ну и комментатор России 2 Александр Ниценко. Смотрим, что нам предложит сборная Франции в следующие 45 минут. Будет ли она также пытаться играть не слишком остро впереди. Или все-таки попытается в этом матче хотя бы разочек взломать оборону соперника. И будет ли предпринимать какие-то активные действия украинская сборная в атаке. Ну вот совсем не нужно было так делать по 300 евро. Должна же быть какая-то мужская солидарность в конце концов. Здорово здесь Жиру подставлял свою пушистую прическу под этот мяч. Она явно самортизировала траекторию полета мяча. И мы видим действительно Жиру может себе занести удар в створ ворот в актив. Их пока было немного. Коноплянка. Эдмар уже ждет передачу вовсю на фланге Евгения. Но пока вынуждены играть назад. Игроки сборной Украины. Кучер. Снова передача вперед. И мяч уходит в аут. Он остается в французской сборной. Показывает нам Карима Бензема. Коль он вовсю разминается. Значит, может последовать его выход на замену Оливье Жиру или Луи Перуни. Как поведет себя Диде Дешам? Дешам использовал в этом отборочном цикле схему 4-3-3. Но она была признана неудачной, потому что были потери очков французской сборной с ними. И, в общем, проигрыш и в товарищеских матчах. Рибери уже лишний раз на фланг Федецкого не бежит. Уже так оглядывается и смотрит на Артема. Хорошенько сегодня Артем заставил понервничать седьмого номера французской сборной. И лишний раз в пекло уже Рибери, я так понимаю, не спешит. За Зулем. Ристингует Лериса. Здесь прибегает на помощь Ермоленко. Но как-то приостановился Андреем. Можно было попытаться заатаковать соперника. Это было Бедаль. Хотя, конечно, такой опытный футболист, как Бедаль, нашел бы возможность сыграть сверхкорректно в передаче мяча партнера. Рибери уже и не встречает момент приема. И это очень плохо. Хотя Федецкий играет очень аккуратно. И отбивает мяч на угловой. Выбора, конечно, у Артема было немного. Почему перестали играть с Рибери в момент приема мяча? Вот что не очень понятно. Нельзя давать ему прокидывать мяч. Он этим постоянно пользуется в Баварии. Может быть, силы уже не те. Но тогда это угрожает очень серьезной опасностью. Главой. Могут сыграть на втором этаже все французы. И здорово здесь собрана команда высокая. Но мяч летит руки пятого. Есть Жеру, есть Пагба. Есть Косильни. И не проходит передача Степаненко. Да, конечно, не хватает паса из глубины. Первого паса, который бы позволил из Азули зацепиться за мяч. И кому-то из других игроков. К примеру, там уже Эдмар. Рибери ищет свободное пространство. Его получает. И зарабатывает штрафной. Рибери, я так понимаю, понял, что упираться во фланг Резона никакого нет. Федецкий ему не позволил ничего в первом тайме. Наверное, есть смысл смещаться в центр и поискать удачи там. Удачу, извините меня, надо еще повернуть лицом. Сейчас, наверное, довольно влушительная стенка будет выстроена пятовым. Ермоленко, Ротань, Коноплянка. Здесь же Федецкий. И кто-то еще там пристроился. И бить будет Франк Рибери. Очень опасный момент. Проволит здесь на линии офсайда Реми. И в стенку попадает мяч. Дебеши. Сейчас будет кросс. Очень мягкая всегда передача у Дебеши. Конечно, одно удовольствие смотреть за этими кроссами. Реми. Прокидывает мяч мимо Шевчука и угловой. Не стал рисковать Хачериди. Но с давления француза, начиная второй тайм, уже это давление приближается к критической массе. Для паники, конечно, еще повода немного. Но явно увереннее французы входят во второй тайм, нежели они входили в первый. И детский, как рисковал, играя головой, снова отправляется вперед. И в данном случае его не сбивают, как в первом тайме, когда едва на желтую карточку не наиграли игроки французской сборной. Выдавливает Дебеши коноплянку. И Эфидетский! Да, Артем сегодня удивляет своим универсализмом. Решает еще и сам пробить. Пожалуй, один из самых ярких игроков сегодняшнего матча в составе сборной Украины. Если не самый яркий, но для победы это маловато. Когда у тебя лучший защитник, это говорит о том, что атака где-то не дорабатывает. Еще ни одного матча за всю историю противостояния Украины и Франции команда и самостийно не выиграла. Семь встреч было таких, три ничьи и четыре поражения. При том, что украинцы за эти семь встреч французам забили только три мяча. И, конечно, статистика этих матчей просто убийственная. Встречались и в квалификации к крупным турнирам, и в финальной стадии Евро. Об этом матче я вспоминал уже в Донецке. Были и товарищеские поединки. Но все никак французскую сборную обыграть не удается. Может так статься, что и в этих стыковых матчах обыграть не удастся. Но, может быть, удастся пройти. Но это будет понятно лишь через несколько дней. Коноплянка! За Зуля. Фалит, конечно, на поле Погба. Погба со скандалом уходил из Манчестер Юнайтед. Конечно, Сара Рекс Фергюсон на тот момент потерял восходящую звезду европейского футбола. И Туринский Увентус, конечно, приобрел очень сильного игрока. По какому-то возрасте. Погба! Отличный кросс! Неужели не было положения вне игры у Лейка Реми? Судя по всему, нет. Вот вам, пожалуйста, передача в Погба. Действительно, нет офсайда. Очень много добрых слов в адрес Погба говорил Франк Лебёв. Я, когда смотрел предыдущий матч французской сборной с австралийцами, его как раз Франк Лебёв комментировал. Тот самый человек, который играл в Челси, насколько я помню, играл за сборной Франции, того великолепного состава и созыва. Он очень Погба хвалил. Отмечал сумасшедшее видение поля. И то, что парень такой ответственной позиции играет в столь молодом возрасте. Помнится мне, Франк Лебёв тоже играл в этом МПО. Еще один удар Коноплянка! Отклеился от Дебюши. И как-то не разобрались, кто же будет его встречать все-таки, Матюиди или Погба. И в итоге успел Евгений выстрелить издалека. Ну, понятно, в штрафную никто не запустит. Надо пытаться бить издалека. А там, глядишь, Зазули сыграет на добивании. Рассказывали, что здесь на Олимпийском присутствуют скауты Ливерпуля, которые приехали посмотреть на Андрея Ермоленко. Ну, разговоры о том, что Ермоленко хочет приобрести эту команду были еще летом. И киевская «Динамо» вроде как отказалась от выгодного предложения. Но вот англичане не оставляют попыток заполучить этого игрока. Зазули оставляет мяч Ермоленко. И в подкате очень четко играет Лоран Косильни. Федецкий. И побежал Франк Рибериев в зону Федецкого. Но здесь Ротаня отработает здорово назад. Да, пока 0-0. В важнейшем матче этой отборочной кампании. Накладочка. Свисток уже прозвучал. Хорошего правила капитан украинской сборной. Эдмар теперь фалит на Пагба. Но Эдмар не относится к числу грубых футболистов. Ну, конечно, Пагба расстроен. Джеру фалит против Кочериди. Повнимательнее нужно играть Степаненко. И два сейчас его не накрыл Самер Носри. Да, французской сборной не хватает агрессии в атаке. Это очевидно. Она уже свалилась на довольно примитивные навесы на Оливье Джеру, потому что левый фланг не работает должным образом. Правый фланг, в общем, и не должен был, наверное, работать ввиду спорности кандидатуры там Луи Кареми. И это значит, что сейчас мы видим, идет активное обсуждение замены будущей. Кого может выпустить Дидье Дэшам? Того, чтобы игру усилить впереди. Ну, да, Карим Бенземан опрашивается сам собой. Но вместо кого? Вместо Луи Кареми. Подача очень опасная. Это Матюйди. Выпускать и играть в два форварда – это, конечно, риск. Хотя в этом отборочном цикле играли вместе в паре, по-моему, Жерой и Бенземан. Но рисковать так нет. Мы видим, другая будет замена. Мусаси Сока сейчас выйдет на поле. Мусаси Сока – центральный атакующий полузащитник Ньюкасла. И, в общем и целом, он может как бить издалека опасно, так может ходить штрафную и завершать. В Ньюкасле он использовался и в позиции разрушителя, хотя там есть Кабай, конечно, который здорово играет поглубже к обороне. Все-таки Сесока поближе к атаке играет. Ну, может быть, Самира Насри заменит. Не знаю, посмотрим. Итак, передача «Идмар» и «Зазуля»! 1-0! Украина открывает счет матча с французами! Вот вам Роман «Зазуля»! Ответ всем критикам, для чего его выпускает Михаил Фоменко в стартовом составе. Провалился в центр обороны. Буквально занесли, как датчдаун в американском футболе этот мяч украинцы. 1-0! Интрига есть! Степаненко поборолся здесь и передача «Идмара» великолепная, ювелирная, просто сказочная. Убрал Дебюши здесь Роман «Зазуля». Дебюши улетел в космос в данной ситуации. В штрафной площади он был просто-напросто катапультирован оттуда. Ильорис дотянулся таки до мяча, но не сумел его отбить. И поздно стартовал к нему, конечно, Лоран Кассильни. Да, это стыковые матчи. Это уже уровень накала чемпионата мира. Ну вот посмотрим теперь, что будет делать сборная Франции с ее глубиной состава. Она-то никуда не делась. Но пролог отличный. Теперь сборной Украины, конечно, важно не совсем прижиматься к воротам. Контратака Ермоленко! И, по-моему, Коноплянка здесь! Евгений убирает здесь Лоран Кассильни. Передача «Зазуля»! И угловой! Конечно, Абидарь уже нервничает, потому что так по инерции можно пропустить и второй мяч. А это уже другая история. Как неистово болеют на Олимпийском. Если вы видели сейчас план, как маленький мальчик там стоит за воротами уголью риса с украинским флагом. Вот вы видите, наверное, сейчас на общем плане. Какие гримасы он строит. Французскому голкиперу. Пусть он не видит угловой, подает Украина. «Зазуля»! Выигрывает верх уже Деберши. Ну, где же «Сисопка»? Пока никого не видно. Замена отменилась, видимо. Опасно. Не успеет Рибери к этому мячу. Смотрим еще раз за повтором этой ситуации. Ушел, кстати, Степаненко от Самира Насри. И не зря нам его показывают. И именно он проиграл борьбу. Центральному полузащитнику Донецкого «Шахтера». Здорово открывается здесь Шевчук. Втроем. И не точная передача Шевчука. Но вот сколько смотрю матчей украинской сборной. Вот Шевчуку последнего паса не хватает. Проходит здорово. И открывается здорово. Но вот пас все никак не пройдет у него. Хотя от крайнего защитника в современном футболе, конечно, требуется. И умение сделать нацеленную передачу. И самое главное, нацеленный удар сделать. В матче против Польши была возможность у Шевчука. Забить даже. Очень опасный момент. Нацри! Удар поворотом! Молодец, Пятов. Но пробил-то, по-моему, нацри прямо в него. Провалился сейчас Кучер. Дал сделать передачу Оливье Жеру. Очень аккуратно нужно играть. Сборная Украины, может быть, есть смысл не жать так сильно на гашетку. Не играть на тех скоростях, которые выгодны французам. Сыграть поаккуратней, чуть позади. Сыграть так же ответственно, как в тайме первом. Если есть, конечно, силы на это. Ермоленко. Но от Блеза Мутивиди не убежишь. Здесь еще и Европа доспел. Через пас придется играть. Ротанья, Ермоленко. Снова передач нет. Но вот сейчас Эдмар открылся. Нужно Андрею посмотреть. В сторону СА пошел. Угловой. Нет, вот ворот. В последний момент, действительно, Андрея, по-моему, мяча коснулась нога. Французская пресса вовсю писала перед этим и противостояниями о том, что Украина, ну, не то чтобы не соперник. Так, конечно, никто не говорил. Но писали то, что сборная Украины вполне подходящий соперник для того, чтобы решить задачу. Но это понятно. В ее составе нет Андрея Шевченко. И, наверное, так невооруженным взглядом так можно было предположить. Но нельзя было предположить аншлага, наверное, на Олимпийском. И сумасшедшие формы Михаила Фоменко у его команды. Зазулия. Рибери пошел в центр. Ну, вряд ли сегодня Рибери может пожаловаться на то, что его специально бьют по ноге. Футболист, он, конечно, с выдумкой, незаурядный, абсолютно точно. И, конечно, иногда его маневры ставят тупик соперника, который просто-напросто не успевает. И бывает использует свою ногу как шлагбаум. Насри не пасует на Дебюши совсем. Но Самир... Ну, вот сейчас, наверное, дойдет мяч до крайнего правого защитника. Вот Ларанок и сильнее. А вот Сисок это, кстати, вышел уже на поле. Разве нет? Может, и показалось. Да, Сисока вышел. Не показалось. Не показали нам замену. Но ушел, конечно же, Ловик Реми. Самый бесполезный игрок в первом тайме. Были у него моменты, но реализация очень и очень слабая. И то, что Реми заменят, было понятно. Всеми этими разговорами вокруг именно его фамилии. Сисока может вверху сыграть. Рибери подача. Уверенно играет Ермоленко. Да, конечно, Украина берет коллективом в этом противостоянии. Пока, во всяком случае. Опасный момент. И, по-моему, Сисока бьет поворотом. Да. Ну, Сисока игрок центральной зоны. Я вам уже рассказал, как и где он играет. Я так понимаю, что Самиро Насри он отправил на край. Хотя нет, Насри сейчас подбирает мяч в центре. Но Сисока это не крайний все-таки атакующий полузащитник. Это фолл на желтую карточку со стороны Федецкого. Федецкий пропустит ответный матч. Потеря ли это для сборной Украины? Конечно. Но здесь справедливое решение от Джинейта Чакира. Бензема меняет Оливье Жеру. Вторая замена у французской сборной. Наверное, вы спросите, а почему не делает замену Михаил Фоменко? Но могу сказать, что в некоторых матчах он даже из лимита трех замен не выбирался. Не буду говорить, что скудновато скамейка запасных. Пусть в тренерском штабе Украины сами решают, как им быть. Делать замену или нет, это решение только триерское. Хотя мы видим, что украинские футболисты разминаются. Да, Жеру сегодня не забил. Да и не надо. Коля уж так. Жеру два мяча забил в нынешнем отборочном цикле. Пять мячей Франко Рибери. Он лучший снайпер. И все остальные забили только по голу. Кто знает, может быть, Жеру приберег голы на ответный матч. Зазуля побежит бороться с Лораном Косильни. Защитник Арсенала даже после толчка в спину очень четко сыграл. Разрывы уже между линиями. Рибери. Пас на Евра. И Фидецкий здесь играет под катей. Очень здорово. Самое главное, вовремя выбросился и без нарушения правил. Хотя это, конечно, очень опасно. Играть под катей у себя в штрафной площади. Но когда нет, другого варианта ничего не остается. Рибери. Раскачивает Хочериди. Насри. Ну, так просто ему не дадут ударить. Здесь вовремя откатился назад Эдмар. И его включение в эпизод, мы видим, помешало. Кстати, Эдмар коснулся, по-моему, мяча в последний момент. Мыском. Итак, около 20 минут с учетом компенсированного времени, или, может быть, чуть больше остается до конца первого стыкового матча. Украина впереди 1-0. Проигрывает сейчас борьбу Сесока Шевчук. Сесок играет все-таки на краю. Да, очень, конечно, грамотно здесь убрал Шевчука. Показал, что будет играть мяч, но на самом деле я не стал этого делать. Сесока оторванными. Оказываются игроки атаки. Понимаю, что сил уже нет возвращаться, но нужно, очень нужно украинцам всей командой вести оборонительную работу. Молодец, Федецкий. Не могу сказать, что Рибери так уж сверху уверен в своих собственных силах. Хотя по-прежнему мяч таскает. И снова кто в подкате сыграл чисто, думаю, называть излишне. Показа немножко заигрывается. Так можно и мяч потерять. Очень много французов разводят руками. И очень много они тратят сил на нефутбол. Очень много эмоций в их игре. Это очень сильно обедняет их энергию. Положением неигря оказался Карим Бензема. Роман Безус собирается выйти. Один из джокеров Михаила Фоменко. Безусу стали доверять. В этом отборочном цикле игрок Киевского Динамо. Я думаю, вы его видели. Мы показывали матчи летнего объединенного турнира. И там в составе Киевского Динамо играл Роман. Безусу забил три мяча, между прочим, в нынешнем отборочном цикле. По четыре есть только у Ермоленко и Девича. Зазули тем временем забил только второй гол в нынешнем отборе. Ну, впрочем, кому какая разница, какой гол-то важный. А у Идмара, спешу заметить, ни одной голевой передачи не было в этом отборочном цикле. И вот оно случилось. Ну, а Бензема вышел играть на острие. Что, впрочем, пока не разнообразило атакующую палитру игры французской сборной. По-прежнему вверх он выиграть не может. Зазуля! Уходит от обедали! Зазуля падает! Пенальти! Нет, пенальти не ставит Джанет Чакир. Ну, не знаю, давайте посмотрим на повтор. Похоже, похоже на нарушение правил. Не готов утверждать на сто процентов, но похоже. Не расслабляться нельзя никак украинцам. Погба! Это Степаненко. Хватает Погбака на пленку. И это желтая карточка. Давайте посмотрим на повтор. Очень бы хотелось. Нет, это не Погба, это Сисокко. Очень бы хотелось посмотреть на повтор. Да не этот. Здесь-то все понятно как раз. Вот здесь Степаненко делает длинную передачу. Уходит от обедали Зазуля. Не знаю, с этого повтора не очень хорошо видно. Но руки включает обедаль. Держит за руку. И... Не знаю, друзья, решайте сами. Единственное, я хочу сказать вот что. Любой арбитр должен быть на сто процентов уверен, что это нарушение правил. И тогда он ставит пенальти. Видимо, Чекир не видел до конца этого момента. Поскольку он находился за спиной. И обедаль корпусом как раз прикрывал Зазулю. И, наверное, он был не до конца уверен. Поэтому он не стал в этом смысле рисковать своей репутацией и назначать 11-метровый удар. Эдмар ушел с поля и вышел Безус. Безус будет играть на той же позиции, что и Эдмар. Вот сейчас Безус уже включился в эпизод. Отыграл мяч назад. Ну и смотрим, Федески подключается вперед. Хорошая передача. Это, по-моему, Ратань. Ермоленко. Пока назад. Зазуля по-прежнему караулит пас длинный. Безус. Пока направо. И сборная Франции вынуждена обороняться. Чего она, в общем, и не делала на продолжительном сроке времени. Ермоленко назад. Ратань. Пока катает мяч. Украинцы не проходят передачу на Безуса. И, конечно, Федески уже вовсю включается в оборону. Придерживает руками Риберил. У Федескова уже есть карточка. Нужно играть поаккуратнее. Именно поэтому сейчас отпускает семерку Бензема. Рибери. Опасно! И очень здорово здесь ложится под этот мяч что-то из украинцев. Удар плотным не получился. Немножко поиграл на публику Ермоленко. Или, может быть, для скаутов Ливерпуля. А вот это лишнее. И снова Андрей бежит вперед. Есть ли сила? Матюиди настигает здесь Ермоленко. И, конечно, Андрей уже не выбежит у него из-за спины. Но есть Безус свежий. Степаненко. Конечно же, Евгений Коноплянко включается в эпизод. У него потрясающий дальний удар, которым он забивал Андреи. И Шевчук. Это опасно. Только Зазуля поверил в этот пас и пошел таки на уголь Юриса. Но, конечно, в верховой дуэли переграть голкипера, который еще руками вперед летит. Руками вверх очень тяжело. Ну, а мы смотрим еще раз за моментом с ударом Рибери. Здесь Фидецкий снова оказался на пути мяча. Просто героический матч проводит этот защитник Днепра. И как же будет его не хватать в ответной встрече? Теперь, конечно, украинцы точно сбили с фейс французской прессы, я думаю. Не знаю, что там напишут завтра в газетах. Но тон, я думаю, будет уже иной. А Фидецким заинтересуются скауты европейских клубов. 28 лет этому защитнику в самом соку. Но нет, это просто-напросто выпрашивание пенальти. Немножко артистизма, конечно, французского не повредит для телекартинки и для всех нас. Эмоции, конечно, бурлят. Ну и вот Матьёболь-Буина выходит вместо Самира Насри. За оставшиеся 10 с небольшим минут Матьёболь-Буина может сделать не один, не два, не три, а может быть даже четыре момента. Сверхкреативный игрок. Неважно в каком он физическом состоянии. Сейчас, понятное дело, в неважном мы это отмечали, но на 10 минут его хватит. В Марселе вся игра идет через него. Если хорошего Льбуина, значит, хороша будет и вся команда. Очень аккуратно нужно сейчас играть все сборные Украины. Конечно, скамейка сильнее. Подача! Проиграл Пятов эту борьбу. Едва ли не впервые Пятов проиграл верховую дуэль. А Билла Ранка сильнее. Как же за Золем много борется. Как будто это его игра. Канаплянка. Фалец сейчас забешит. Да, работа Михаила Фоменко удивляет. Удивляет в удивительном просто смысле, потому что так работать с командой, которая, понятно, не была фаворитом своей группы, которая выигрывает раз за разом. И что это? Это пенальти! Ларанка сильнее дает пенальти! По привычке своей английской. Борцовским захватом уложил за Зулю на газон. Конечно, пенальти надо еще забить, но какой шанс! Не спеши, Роман, сказал Ларан. Девич и Селезнев забивали с пенальти в этом отборочном цикле, но этих ребят нет. Ермоленко! И уголерис. Два-ноль! Алле-алле, Украина! Это сила духа, друзья. Это сила характера. Вот так вот матерые команды ничего не могут поделать против славянского духа. Евра, как в школе, грозит пальцем нерадивым ученикам. Он-то, конечно, с позиции учителя может многое что сейчас рассказать. Самое главное, что он может рассказать, это счет на табло. Два-ноль! Украина получает сумасшедший просто ганди-кап перед ответным матчем с Францией. И, может быть, наконец-таки у нее получится избавиться от этого проклятия стыковых матчей. Нарушение правил. Самое главное, украинцам не вывалиться в эмоциональный фон, не потратить силы на сейчас эмоции, только на работу. У Дженейта Чакира очень плохие взаимоотношения с футболистами Манчестер Юнайт. Особенно с одним из них из Португалии. И Патрису Евра лучше, мне кажется, не напоминать об этом. Вот именно эмоции и подвели Францию сегодня тоже. Вальбуина! Удар по воротам, это Косильниев. Сейчас очень важен опыт. Но уж опыта стыковых матчей Украины полно. Безус! Зазуля полетел вперед! Очень похоже на положение вне игры. Да. У Лорана Косильни. Время, конечно, позднее, друзья, но я думаю, никто не пожалел. Да, возможно, здесь был контакт с рукавом. Замену сборной Украины. Роман Зазуля покидает поле. И, я так понимаю, Марко Девич сейчас появится. Вот он. Нет, это Селезнев. Евгений Селезнев. Аплодисменты Роману Зазули. Человек заработал сегодня пенальти и забил гол. Ну что же, и Ермоленко себя показал. Во всяком случае, теперь у Ливеркуля может быть свой пенальтист. Безус! Остается она как Безус! Прессингует на чужой половине поля. Украинцы, дабы не дать французам развернуть свою атаку. И правильно делают. Степаненко в аут. Все понятно. Можно сейчас и так отбиваться. Какая разница? Ну что, теперь никто не будет говорить о том, что есть вопросы к судейству. И на Украине в том числе. Тема эта поднималась. Просто обескураженными выглядят французы. И замена не играет толком. Кочериди на отбой. Что в данной ситуации вполне подходит. Безус. Не знаю пока Роман куда сделать передачу. Сам потащил мяч. Ну, Поль Погба затаскивает буквально Безуса в сторону от себя. Удар по ноге сзади. Ох, Федецкий напрашивается. Ой, напрашивается. Хотя, с другой стороны, счет-то такой, который позволяет, наверное. Где-то и перегнуть палку. Но лучше 2-0, чем 2-1. Однозначно. Ведь тогда можно играть свои любимые контратаки в ответном матче. Селезнев. Не видел Андрей Ермоленко. И выключился уже из эпизода. Да, не зря говорил Михаил Фоменко. Мы поготовились, разобрали соперника. Я не увидел в глазах ребят боязни того же Франка Рибери. Молодцы. Ротанев и Децкий отработали на славу. Ермоленко оставляет мяч. А Степаненко под длинный кросс. Но если Ризун куда-то спешить. Ну, Хачириди точно не надо заниматься этим. Взять Бензема, конечно же. Децкий не дает Рибери сделать ничего угловой. Поаккуратнее нужно играть в Хачириди. Очень аккуратно. Куда же бежать-то зачем? На 89-й минуте. Бальбуина. Молодец, Пятов. Безус. Безус втроем против одного. Безус одна передача. Пожалуйста, Ермоленко. Ну, поточнее Роману, конечно, нужно играть. Сейчас одним касанием могли решить абсолютно, наверное, судьбу на 99% этого противостояния. Рибери. Ох, рискует Кучер. Очень сильно рискует Кучер. Замена готовится у сборной Украины. Последняя. Это желтая карточка. Косильни сейчас должен получить красную. Косильни получает красную карточку. И желтую получает, естественно, игрок сборной Украины. Это Кучер. Молодец, Джанет Чекир. Не знаю, как там с пенальти. Потряса Евра. Косильни нужно успокоиться. Он сегодня стал антигероем этой встречи. Из центральной зоны Зазуля забил гол. Косильни сам привез пенальти. Это фирменная арсенальская игра. Прошлого сезона. Те, кто смотрит матчи Арсенала, знают. О чем я говорю. Да, жестко сыграл Кучер. Да, видимо, еще и выбил мяч. Нет, не выбил. Ну, понятно. Все по делу. Кучеру желтая. Косильни красная. Полный офиаско в Киеве сборной Франции. Полнейший. Гусев выходит вместо Коноплянки. Полторы минуты остается до окончания этой встречи. Конечно же, Гусева встречает здесь аплодисментами. Универсальный игрок, который может сыграть в обороне. Который может сыграть в полузащите. Опасно. Это Кучер. Контраатаку летят украинцы. Это Гусев открывается под передачу. Гусев! Пока всего лишь сейф Лериса. Ну, кому это интересно? 2-0. За 21 минуту украинцы забили два мяча. Зазули и Ермоленко с пенальти. Французы не знают, что им делать. Просто не знают. Они рискуют получить сейчас еще один гол. К тому же они в меньшинстве. Растет Джиной Чакир. Ох, растет. Но ничего восстановится Рафаэль Варан и сыграет в ответном матче без проблем. Это Шевчук. Явно куражный удар. Героический матч для сборной Украины. Я говорил о том, что ей для победы нужно провести один из лучших матчей в своей истории. Этот матч войдет в историю, как бы ни завершилось это противостояние. Кучер. Кучер на месте нападающего. Это Фол. Фол. Какая интрига на ответную встречу. Абсолютно хамский поступок и сильнее. По делам. Подача. Время компенсированное уже закончилось. Рибери. Нарушение правил со стороны Кучера. Желтое. И красное. Вот так вот заканчивается эта встреча двумя удалениями. Двух защитников Украина теряет основных. Федецкого и Кучера на ответную встречу. И кем менять? Есть, конечно, Ракицкий. Который сыграет в центре. У сборной Украины надо будет очень и очень постараться. Сильно. Есть, в конце концов, Манзюк, который играл в этом отборочном цикле. Наверное, на них и будет сделана ставка. Но сейчас главное не это. Главное не пропустить от Карима Бензима. Два с половиной миллиона долларов Украине пообещали за выход на чемпионат мира премиальных. Французам только миллион. И неужели еще и угловой даст подать Джанет Чакир? Бальбуина. И все. Друзья, вы получили истинный адреналин. Не знаю, как вы будете спать эту ночь. Ваш комментатор точно не сможет этого сделать. С победой сборной Украины 2-0. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами в этот поздний час. Благодарю коллег за помощь в работе. И редактор трансляции Алексея Пишнина в том числе. С вами был Александр Неценко. Всем пока.